Когда у вас в руках оказываются священные тексты, то это означает, что на вас начинает изливаться шастра Крипа, благословляющая силы священного текста. Вы встречаетесь с благословляющей энергией Абсолюта в форме священного текста, который есть сама воплощённая энергия истинного источника. Каким-то образом он к вам приходит. Если вы с ней соприкасаетесь, если правильно работаете с ним, то вы получаете такую шастра Крипа. Когда вы правильно читаете священные тексты, медитируя на них, тогда вы получаете подлинное благословение. С вами Вишнадаванан Дагири. Цель этого доклада — показать величие, красоту Панишат, их значимость и место в учении. А главное — приблизить их к слушателю так, чтобы они стали доступны, понятны и естественны. Шри Виде Раня так говорит об Упанишадах. Эти откровения называются священными писаниями. Если ты следуешь им, то можешь смело идти по духовному пути. В конце концов, ты обретёшь собственный опыт. При помощи логики можно на некоторое время преодолеть сомнения, но без правильного руководства могут возникнуть другие, более серьёзные заблуждения, перед которыми логика бессильна. Поэтому пусть священные писания станут твоим камертоном. И всякий раз, когда ты обнаруживаешь конфликт между собой и священными писаниями, полагайся на священные писания. Упанишады — это чистое вечное знание истины, брахмана, поскольку они изрекают истину, ведут к истине и приводят к ней тех, кто ищет её и стремится к совершенству, к познанию себя и реализации своей истинной сущности, брахману. Их познание важно, потому что это вибрации, слово, первично изошедшее из уст истинной реальности. Первичная форма знания — первоисточник мудрости, записанный древними мудрецами и потому сияет во всей своей чистоте и первозданности, как есть. Упанишады — это чистое знание брахмана, и понятие Упанишада означает тайное знание, передаваемое устно от учителя к ученику, как Шрути. Услышанные священные откровения, тексты, которые существуют вечно и имеют не человеческое происхождение, а Парушея. В них лежит ключ к реализации высшего сознания. Есть способы познания, связанные с логикой, объяснениями, умом. Тогда гуру выступает как проводник мудрости и ведёт через зарождение Вичара, Вивеки, Вайраги, постепенно устраняя неведение и пробуждая истинное восприятие. Есть процессы познания, называемые опорокшиану Бхоти, прямое незаочное постижение. Когда через слова, минуя ум, нужно проникнуть в тонкую внемыслимую реальность, интуитивно настроившись на Бхаву, принцип присутствия, на то, что лежит за словами, мгновенно понять смысл того, о чём говорится. Именно таким прямым способом, воспринимая Упанишады, настраиваясь на их вибрации, мы по-настоящему проникаем в их суть, в саму суть Брахмана. Все вместе взятые Упанишады носят общее название веданта, что означает «окончание вед». Они составляют джняна-канду вед, то есть завершающую их часть, сконцентрированное знание, раздел высшей мудрости. Упанишады можно рассматривать как завершение вед также и в том смысле, что они представляют собой кульминационный пункт, то есть метафизическую вершину ведийских размышлений и рассуждений. Упанишады провозглашают «джнянат эвату кайвалием». Лишь мудростью можно завоевать свободу. Как известно, веды трёхгранны, канда троятмакам. Их составляющей грани есть джняна, бхакти и карма канда. Знание, упасана и действие. Все три части мы находим и в упанишадах. В самих упанишадах сказано, что даже после изучения вед и других отраслей знания, например, веданг, образование человека не может считаться полным и совершенным до тех пор, пока он не познакомится с предписаниями упанишад, то есть с идеологией веданты. Значение слова упанишада. Слово упанишада состоит из частей упанишад. Упа – это переводится как «процесс обучения» или «убивать неведение», ништ, упорство, усердие, достижение, шад, постижение истины, сути и освобождения. Существует много различных толкований этого термина. Согласно некоторым из них, упанишад означает сидеть внизу у стоп учителя, внимая его словам и таким образом получая тайное знание. Согласно упанишадам, знание передаётся избранным ученикам, а ученик должен быть готовым для этого высшего знания. Ученики всегда сначала тестировались и тщательно проверялись на их способности и восприимчивость. Согласно Шанкаре, слово упанишад образовано путём прибавления суффикса «квип» и префиксов «упа» и «ни» к корню «шат» и означает то, что разрушает невежество, и потому означает высшее знание, которое разрушает неведение, а также означает знание, которое помогает достичь брахмана. Слово упанишада используется как определяющее знание, а также оно означает и работу после достижения знания. Таким образом, упанишады показывают не только принцип атмовидии, знания атмана, «я», но и пути их практического постижения. А также определяют тех, кто способен получить эти знания, описывая качества и действия, которые благоприятны и те, которые следует избегать. Таким образом, в самом слове упанишада заложен смысл содержания всех упанишад и их суть. По преданию, Господь, намереваясь возродить мир, не спослал человечеству веды через Хиранья-Гарпху, бога Брахму, а он, в свою очередь, передал их своим десяти духовным сыновьям, среди которых были Атри, Марья, Чивьяса и другие. От них слово «вет» распространилось среди людей, передаваясь в неискаженном виде от поколения к поколению. Мир менялся, и постепенно восприятие истинного знания среди людей становилось все более сложным, и многие знания были утрачены или сокрыты. До нас дошли четыре веды, которые в основном были записаны и переданы Риши-Ведовьясой. Упанишады это философская система и духовное воззрение, которое содержит высшее послание всех вед, которое известно как веданта. Веда плюс ант равно веданта, то есть Упанишады это конец вед в двух смыслах. Ант это на санскрите конец. Они завершают каждую часть вед и также являются высшей конечной целью ведического учения. Существует четыре веды. Каждый из вед есть несколько частей, которые содержат карма-канду, которая предписывает действия, которые надо совершать. Карма-канда состоит также из двух разделов мантра и брахмана. Брахманы содержат информацию о разных формах медитативного поклонения упасана. Высшая форма упасаны предназначена для тех, кто уходит и уединяется в лесах, чтобы достичь высшего знания брахмана. И описаны они в ораньяках. Оранья значит лес. То есть Упанишады содержатся в ораньяках вед. И в пяти ведах всего 1180 частей. Почему пять вед? Потому что Яджурведа делится на две части. Здесь видно. В настоящее время мы располагаем канун Муктика, который состоит из 108 упанишад, тексты которых сохранились в наши дни. Мудрец Фьяса классифицировал каждую из них и присоединил к одной из вед. Глубокое изучение упанишад показывает разные описания достижения абсолютного брахмана через разные ритуалы и способы. Чтобы лучше понять это, их классифицировали на несколько категорий шайва упанишады, шакти упанишады, байшнава упанишады, йога упанишады, саньяс упанишады, а также на 10 упанишад канона муки. Шанкарачаре выбрал 10 из всех имеющихся упанишад и сделан на них комментарии. И они стали называться каноном муки. Таким образом, приумножив их известность, важность и значение среди всех остальных. Поэтому они имеют особую ценность и названы каноническими. Они и определяют судьбу человека, человечества, транслируя истину, путь к освобождению и поведению. Все упанишады либо признаются в каких-то традициях, либо нет, но канон муки признан всеми традициями и школы. Они являются источником знания ведической традиции. Помимо Шанкарачари также прокомментировали их и мыслители других школ, это Шрей Мадхава и Романуджа. Они написали к ним комментарии, но однако все трое имели разные подходы к пониманию и объяснению их, потому что имели разные направления. Шанкара интерпретировал с точки зрения монизма, Шрей Мадхав интерпретировал через Двайту как Вишну, как высшего Бога. И Романуджа комментировал через Вишишта Двайту. Согласно Шанкарачаре, высшая цель вед содержится в панишадах. Они являются джняна маргой, то есть путем мудрости, говорящих о недвойственной природе Брахмана как прямое непосредственное знание о порокше. А также те из панишад, которые содержат информацию о ритуалах и поклонении, они все равно содержат философскую составляющую и делают акцент на состояние ума, который свободен от любых привязанностей и ограничений. В свою очередь, карма-канда подготавливает и дисциплинирует ум, чтобы достичь внутреннего состояния Брахмана. Через правильные двойственные действия после очищения достигает высшего Брахмана. Процесс завершающего высшего очищения ума инициируется четырьмя махавакиями, которые являются сутью всех вед и ключом к их познанию, чтобы понять высшего Брахмана. Постоянная медитация, наблюдение, созерцание на махавакии ведет к реализации души. Четыре махавакии — это главные шлоки всех Упанишад. В Ригведе содержатся Айтарея Упанишада и махавакия праджнянам Брахма. Шуклая Джурведе Брихадараньяки Упанишаде Ахам Брахмасми Я есть Брахман. Кришна Я Джурведе Таитире есть схожая махавакия Ахам Асми Брахмасми. Самоведа Чандоги Упанишада есть изречение Татвам Аси Ты есть То. В Адхарваведе в Мандуке Упанишаде Махавакия Аям Атма Брахма. Также сравнивают веды как с деревом, брахманы как с цветами, араньяки как незрелые плоды, а Упанишады как конец всех знаний, выражены и описываются как зрелые плоды. Упанишады таким образом называются шоти-шира, то есть являются основанием вед, главной их, частью. Десять основных Упанишад канона Муки наряду с Веданта Сутрой и Багавадгитой составляют канон Прастханатрая и рассматриваются как канонические основополагающие тексты Санатанатхармы. Упанишады имеют свой собственный уникальный стиль. Метафизическое содержание излагается в них четырьмя различными способами. Как диалоги с вопросами и ответами, как повествование, или в форме сравнения метафоры и иллюстрации, а также в виде символов. Символизм природных явлений, символизм жертвы и используемых при жертвоприношении предметов, символизм мистических логов и так далее. Итак, каноническими Упанишадами, составившими канон Мухи, считаются Иша Упанишада, Шуклая Джарведа, Кена Упанишада, Самоведа, Катха Упанишада, Кришная Джарведа, Прашна, Мандука, Мандукия, Таитирея, Айтарея, Чандогья, Упанишада, Брахма, Брихадараньяка, Упанишада. Принадлежность Упанишад к той или иной виде имеет важное ритуальное значение, так как традиционная их рецитация непременно предваряется и завершается Шанти-Патхой. Это небольшой стик мангалом, благоприятный, приносящий удачу, или мангала-шлока. Цель этого стиха настроить читателя на тот круг мыслей, которому посвящена Упанишада, и умиротворить его ум. По своему объему, это всегда небольшой молитвенный стих с обращением к Брахману или другим известным божествам, таким как Индра, Брихаспати, Агни и Ваю. Веда и содержащиеся в них Упанишады имеют в себе определенное тематическое содержание. Орегведа это веда гимнов, сама веда ритуальные жертвенные песни, яджурведа это жертвенные изречения мантры, адхарваведа песни заклинания. Все они несут не только высшее знание, но и освещают и путь к нему. Каждый гимн, каждая жертвенная песня изречения это особая вибрация, тайна их звуков вызывает особые преобразования в тонких телах человека на разном уровне. Яджурведу называют головой манамая коши. Ее мантры широко используются в ягьях, жертвенных огненных подношениях и их произносят, когда пища предлагается огню. Ее особые звуки соединяются с тонкой составляющей предлагаемой пищи и отправляются в тонкий план к божествам. Гимны ригведы образуют правое крыло. В ней основные ведические гимны правилой их рецитации. Гимны самоведы левое крыло, брахманы ее душа, адхарваведы ее хвост. Она содержит различные обряды и заклинания, помогающие побороть недуги и злые силы. Но все же из всех тем рассматриваемых в Упанишадах, по крайней мере в древних и наиболее авторитетных, центральной является учение о брахмане и атмане, а признание и осуществление на практике их тождества рассматривается как конечная и самая важная цель вед. Отсюда и название учения Упанишад, веданта, буквально завершение вед. Приступим к рассмотрению Упанишад. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok